состав маски которые сегодня с вами мы готовим я надеюсь вы сам тоже делаете эту масочку кто еще не делает обязательно загляните в холодильник и я уверена что вы нужные компоненты в холодильнике обнаружите эту маску можно хранить в холодильнике до 5 дней в закрытом виде лучше всего вот приготовленный состав либо накрыть целлофановой пищевой пленкой либо переложить в баночку с крышкой и момент когда у вас скажем появилось время либо возможно вы после ванной после душа когда кожа распаренная просто открываете холодильник слегка подогреваете эту маску маску нужно наносить обязательно в теплом виде в холодном виде она не будет так эффективно работать консистенция это этой маски очень приятно привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете как оживить омолодеть очень сухую дряблую кожу и сегодня вы узнаете рецепт очень эффективные маски которая очень быстро разгладят глубокие морщины предотвратит появление новых морщин и очень быстро уберет мелкие морщины на сухой очень тонкой очень чувствительной кожи видео будет полезным видео будет информативным поэтому устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра и мои дорогие сегодня я вас приглашаю вместе со мной приготовить очень эффективную питательную маску для сухой кожи маска это очень быстро разгладит даже самые глубокие морщины очень быстро оживит тонкую и сухую кожу эта маска предназначена для всех возрастов подходят также и для комбинированной кожи это наиболее часто встречающийся тип кожи и давайте приготовим в состав этой маски входят очень простые компоненты по ходу дела я буду рассказывать какой компонент как влияет на кожу лица и первым очень важным компонентом в этой маске выступает желатин желатин можно взять любой главное чтобы он был мелкого помола вот как у меня если у вас нет мелкого желатина можно взять обычный пищевой желатин продается в продуктовом магазине перемолоть его в кофемолке до вот такого мелкого состояния и именно вот этот желатин эффективно подходит для ухода за кожей всех типов этот желатин можно применять в качестве лифтинг масок питательных уплотняющих масок увлажняющих масок потому что желатин это природный коллаген коллаген который наша кожа с возрастом теряет и который напрямую влияет на тургор кожи на упругость кожи на эластичность кожи в общем если вашей коже не хватает желатина то она выглядит дряблый для ее восстановления конечно понадобится этот незаменимый компонент нам нужно взять вот небольшое количество в прошлом видео я сказала что нужно взять щепотку щепотка это конечно то количество которое вмещается в трех пальцах когда вы берете практически это вот столько очень мало желатина посмотрите ну практически вот на кончике ножа можно сказать для того чтобы разбавить желатин нам понадобится минеральная вода если желатин у вас свежий хорошего качества и мелкого помола то он растворяется очень быстро для вот этой порции достаточно двух ложек минеральной воды минеральную воду можно взять с газом можно без газа это не такой существенный момент до в приготовлении этой маски желатин нужно растворять либо на водяной бане я добавила одну ложечку и вижу что это количество очень хорошо растворяется если у вас желатин крупного помола то нужно взять две ложки минеральной воды мне достаточно одной ложки главное чтобы желатин был жидкий жидком состоянии потому что желатин имеет такую особенность быстро застывать и приобретать желеобразный густой состав застывать момент высыхания он будет на коже лица иметь стягивающий эффект что очень эффективно применяются в лифтинг масках если у вас желатин не растворился вот так быстро как у меня то подержите его минут пять на водяной бане постоянно помешивая чтобы добиться равномерной вот такой консистенции без комочков он у меня не жидкий и не густой вот такая консистенция у этого желатина я уверена что это мазка у вас получится следующий компонент который входит состав этой маски это конечно глицерин после добавления каждого ингредиента обязательно очень хорошо перемешивайте маску для того чтобы каждый компонент подружился и вступил во взаимодействие с последующим компонентом у меня глицерин вот такой глицерин это вязкая жидкость не имеющая запаха белого цвета очень хорошо и очень часто применяется в приготовлении косметических средств и если вы посмотрите состав любого крема то в его составе обязательно присутствует глицерин глицерин можно купить в аптеке в чистом виде применять глицерин нельзя то есть наносить на кожу его нельзя потому что он дает обратный эффект подсушивает кожу пересушивает им кожа становится обезвоженной а в добавлении в качестве добавок к различных маскам к различным кремом он очень эффективно смягчает и увлажняет кожу достаточно вот трех капель этого глицерина для этой маски и следующий компонент который нужно обязательно тщательно подобрать это сметана сметану лучше всего взять вот жирную меня видите очень жирная сметана густая плотная лучше всего взять деревенскую сметану и также практически вот одну чайную ложку добавляю в эту маску и затем тщательно перемешиваю состав маски который сегодня с вами мы готовим я надеюсь вы сам тоже делаете эту масочку кто еще не делает обязательно загляните в холодильник и я уверена что вы нужные компоненты в холодильнике обнаружите эту маску можно хранить в холодильнике до пяти дней в закрытом виде лучше всего вот приготовленный состав либо накрыть целлофановой пищевой пленкой либо переложить в баночку с крышкой и момент когда у вас скажем появилось время либо возможно вы после ванной после душа когда кожа распаренная просто открываете холодильник слегка подогреваете эту маску маску нужно наносить обязательно в теплом виде в холодном виде она не будет так эффективно работать консистенция это этой маски очень приятны растворить нужно до такого состояния чтобы вот не было комочков посмотрите как у меня очень приятно и эта маска эффективнее в разы работает именно на сухую тонкую кожу чем покупные какую бы покупную маску скажем я не брала в использовании для сухой кожи как правило эту маску можно применять и для кожи шеи для кожи зоны декольте то есть неважно какой у вас тип кожи на лице именно вот эта маска эффективно убирает сухость также очень эффективно эта маска разглаживает и омолаживает кожу рук маска на самом деле очень универсальная как видите очень простая делать эту масочку нужно один-два раза в неделю если ваша кожа очень сухая очень обезвоженные бывает так что сухая кожа имеет и зуд такой неприятные ощущения сделав эту маску один раз вы избавитесь от неприятного ощущения даже после умывания эту маску нужно держать 20 минут по мере нанесения наносить эту маску нужно в 3-4 этапа то есть первый слой нанесения будет очень активно впитываться кожей практически через минуту можно наносить второй слой и последующие слои маску держать 20 минут после истечения этого времени маску нужно смыть теплой водой затем ополоснуть прохладный умывание производить без применения очищающих средств без мыла без умывалок просто ополоснуть сначала теплой водой затем прохладной водой после снятия этой маски кожа не требует дополнительного нанесения крема если все же ваша кожа чувствует дискомфорт то после снятия этой маски можно нанести легкий крем лучше всего эту процедуру делать перед сном после распаривания кожи после глубокого очищения кожи сделав эту масочку на утро ваша кожа не будет во-первых шелушиться во вторых она будет уже иметь более живой плотный вид и соответственно сухость постепенно пройдет маску нужно делать регулярно кто не смотрел видео о недельном уходе какие маски в какой день недели лучше всего делать обязательно посмотрите видео о недельном уходе вам тоже будет очень нужна эта информация я думаю что она вам пригодится напишите пожалуйста какие видео из моего канала вы уже перепробовали какие масочки вы уже делали обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями подругами возможно мамами дочками у кого сухая тонкая и чувствительная кожа я уверена что эта маска им поможет восстановить и сделать все внешний вид кожи шикарным и ухоженным и я надеюсь что вы как всегда с пользой удовольствием провели вместе со мной время смотрите следующее видео завтра и до новых встреч всем пока пока